Здравствуйте! Меня зовут Елизавета и с вами Домашняя Игротека. Сегодня мы с вами научимся играть в одну очень известную игру, которая называется Слова. Это очень популярная игра. Играть в неё можно где угодно. Дома, в дороге, в очереди, можно в поезде, в самолёте, где угодно. Давайте я вам расскажу правила этой игры. Они очень простые. Первый игрок, а их может быть от двух до бесконечности. Первый игрок называет слово по заданной теме. Допустим, мы с вами играем в города. Если мы играем в города, мы можем называть только название городов. Первый игрок называет слово по заданной теме. Второй игрок называет слово, которое начинается на последнюю букву слова, которое сказал первый игрок. Если у вас больше двух игроков, то дальше идёт третий игрок, четвёртый. и так по очереди. Тот, кто не может в течение 30 секунд, или если вы определите отрезок времени больше, допустим, в течение минуты, не может придумать слово с нужной буквы, то он выбывает из игры. Если названо слово, которое заканчивается на и краткую, на букву И, на твердый знак или на мягкий знак, ну, буквы, с которых слова не начинаются у нас в русском языке, следующему игроку нужно придумать слово на предпоследнюю букву. Слова в процессе одного кона игры не должны повторяться, поэтому внимательно следите и запоминайте, какое слово кто сказал. Темы могут быть действительно абсолютно любые, это могут быть города, могут быть животные, вы можете играть просто в слова. Проще всего играть просто в слова. Давайте мы с вами попробуем. Давайте я вам схематично покажу, чтобы вам было понятно. Допустим, мы выбрали с вами тему животные. И у нас четыре игрока. Первый игрок говорит слово слон. Последняя буква слово слон, буква Н. Это и будет первая буква второго игрока, буква Н. Второй игрок должен придумать животное на букву Н. Допустим, допустим, носорог. Последняя буква слова носорог, буква Г. Она и становится первой буквой для слова третьего игрока. Допустим, у нас будет слово гусь. Последняя буква, мягкий знак, но на мягкий знак слова не начинаются. Значит, у нас будет предпоследняя буква, буква С. Это и будет первая буква для четвертого игрока. Четвертый игрок должен придумать животное на букву С. Слово слон уже было повторяться, оно не должно. Допустим, синица. Последняя буква, буква А. Эта буква становится первой для первого игрока. Круг замкнулся. Первый игрок должен назвать слово на букву А. Животное на букву А. Допустим, он назвал Аист. Последняя буква Т, она становится первой для второго игрока. Итак, игра может продолжаться до бесконечности. Смейте сами, играйте с родителями и до новых встреч!